Люди пользуются. Вот сейчас подъезжаем в конечное, а много людей еще в салоне. Кто везет, на то мы едем. Простая логика пассажиров нелегального транспорта. 322-ю маршрутку жители нефтяников называют призраком. Ее конечная остановка произошла в 2017 году, в самом начале транспортных реформ, когда профильный департамент сократил почти 30 маршрутов. Пассажиры пытались отстоять 322-й, но недовольных с окраины советского округа, желающих ездить в центр города удобной дорогой, на улице Гагарина не услышали. И мы звонили, и писали уже, когда говорили в ореоле. Бесполезно, вы понимаете. Они вот свою гнут, конечно, им кто-то откат сделает большой, и они ставят это на машину. Вместо 322-й мечам предложили 22-й автобус. Обмен получился неравнозначным. С сих пор перевозчики подчиняются другим законам рынка. Раз есть спрос, будет и предложение. Всегда 22-й автобус, он долго его приходится ждать, и приходит быстрее маршрутка. И поэтому на маршрутке так и так быстрее доедешь. Но раз они ходят, то удобно маршрутка. А вы знаете, что она нелегальная? Ну вот я слышала, вроде как сказали, оставят его. Но и весь микрорайон наш был бы за, чтобы оставили этот маршрут. По подсчетам экспертов, автобусы под номером 322 ежедневно перевозят по 6,5 тысяч пассажиров. У перевозчика есть лицензии и даже маршрутная карта. Но нет договора с департаментом транспорта. Впрочем, это не мешает водителям нелегальных маршруток работать как по накатанной. Если на дороге появляются представители проверяющих органов, выручает сарафанное радио. Самые смелые едут с невозмутимым видом, как сейчас. Те, кто поскромнее, ищут обходные пути. Просто геологика, что закрыли свежие машины, 322 маршрут, на котором были машины до 5 лет в техническом состоянии, которые проходят самостоятельно техосмотр. И поставили старые пазики 90-х, 80-х годов. С 2015 по 2017 годы по требованию все того же Дептранса перевозчики приобрели 2,5 тысячи автобусов малого класса типа «Газель-Некст». Новая маршрутная сеть практически не предусматривает этот вид транспорта. Основной упор будет сделан на автобусы большого и среднего типа. Таким образом, ущерб бизнесу, по данным специалистов, составит не менее 4 миллиардов рублей. Более того, с лица города будут стерты еще 27 маршрутов. Маршрутная сеть предполагает сокращение транспортных средств, количества общего. Соответственно, а куда людям уходить? Люди поверили департаменту, приобрели новые транспортные средства. То есть вот эти вот «Форды», «Пежоты», «Газель-Некст», они лизинговые. Их брали в долг. И долги надо будет отдавать. Внедрение маршрутной сети начнется 1 апреля. Шутка ли, но жители Рябиновки первыми в Омске станут участниками большого транспортного эксперимента. 362-я, следующая от поселка Омская птицефабрика через центр города, больше не будет заезжать на конечную остановку Рябиновка. Зато жители микрорайона будет возить 511-я, но только до Меги и обратно. Видимо, в Санкт-Петербурге решили, что за обновками рябиновцы ездят чаще, чем по делам в центр города. Всего же изменится 64 маршрута, причем большинство из них обслуживают частные перевозчики. Муниципальным, зеленый свет и самые лакомые остановки. Претензии к новой сети высказывают не только предприниматели, чьи интересы затронуты напрямую, но и представители ученого сообщества. Кандидат технических наук Ольга Лях изучила маршрутную сеть и нашла в ней много неточностей. Преподаватель считает, что мнение жителей не исследовалось, финансовые возможности транспортных предприятий не учтены, ущерб или пользы от внедрения не рассчитаны. Цель, которую преследует Департамент транспорта города Омска, это передел рынка в пользу заинтересованных лиц, лоббирование продаж автобусов марки ПАС и увеличение финансирования некоторых предприятий за счет бюджета города Омска. Вопрос, каких предприятий, то, что УФАС, рассказывая о нарушениях со стороны органов власти, особенно выделяет Департамент транспорта, уже никого не удивляет. Чего только стоит история с 20 маршрутом, когда выяснилось, что мэрия без конкурса заключила договор с компанией Автосила 55. По любви у них было или по расчету уже и не важно. Главное, что суд прекратил это с точки зрения конкуренции порочный союз. По результатам этого рассмотрения мы их также привлекли к административной ответственности как Автосилу, так и должностных лиц Департамента транспорта. Также имели место нарушения определенные акты Департамента транспорта, которые могли привести к ограничению конкуренции. Вмешаться во внедрение маршрутной сети города пытались народные избранники. Мотивация понятна именно депутатскому корпусу в конечном счете утверждать стоимость проезда в общественном транспорте и отвечать на вопросы о мячей. Но столкнулись с сопротивлением. В Департаменте транспорта заявили, ничего мы вам не должны. С нами сеть не обсуждают. Принимают в таком виде, в котором они хотят, по сути. Понятно, что у них тоже своя процедура, они где-то там ее обсуждают, согласовывают и все остальное. Но бюджет-то потом нам всем принимать. И нам с этим бюджетом самое главное жить. А в бюджете уже зияет дыра. На компенсацию межтарифной разницы по-прежнему не хватает более 500 миллионов. При предельном тарифе в 38 рублей и стоимости проезда в 22 рубля бюджет должен возмещать муниципальным автотранспортным предприятиям за каждого пассажира почти 16 рублей. А теперь сравним. Частным перевозчикам для обслуживания мячей по регулируемым маршрутам вполне хватает тарифов в 23-25 рублей. Муниципальные за такие деньги, что называется, не вывозят городским ПТП малые 38 рублей. Максимальная планка у электрического транспорта почти 41 рубль. В РЭК объясняют это просто. А мячи стали меньше ездить на автобусах и троллейбусах. Пассажиропоток у нас на маршрутках у частных предпринимателей более стабильный, чем в муниципальном транспорте. В муниципальном транспорте мы принимаем в этом году на регулирование 2018 года принято предложение предприятий по пассажиропотоку. Поэтому у муниципального транспорта по сравнению с 2017 годом пассажиропоток снизился на 19%. Если депутаты и чиновники не найдут полмиллиарда, выход только один – повышать стоимость проезда. И такие разговоры, как стало известно РБК Омск, в кулуарах городской власти уже идут. На сегодняшний день мы уже имеем случай отказа частных предпринимателей от маршрутов в связи с их нерентабельностью. И если таких маршрутов будет много, это потребует не 560 миллионов, а возможно 600, возможно 700 миллионов рублей. Сейчас износ подвижного состава городских ПТП превышает 95%. Многомиллионные затраты на компенсации содержания потрепанного временем транспорта куда эффективнее было бы направить на обновление автопарка предприятий. Тогда и пассажиры останутся в выигрыше. Пока же Амичам предлагают лишь заново строить свои маршруты и запоминать новые номера автобусов. Маршрутная сеть в полную силу заработает 17 августа.